Аким Петропавловска наградил победителей конкурса «Уздых Шибер-2023». Ежегодное состязание профмастерства по профессиям сварщик, сантехник, повар и каменщик объединяет лучших молодых представителей сфер. С победителями познакомилась наша съемочная группа. День труда – это не столько красная дата в календаре, сколько показатель качества трудовой жизни. Это стабильная занятость, безопасная рабочая среда, достойный уровень оплаты труда, социальные гарантии. Все мы работаем в едином механизме ради общих целей достижения высших благ мировой цивилизации и продвижения страны на новый этап развития. Государство, в свою очередь, обеспечивает меры содействия занятости граждан. Так, с начала года в городе создано около 2000 новых рабочих мест. Всего с начала года трудоустроено более 3700 человек. Подвели в этот день итоги профессионального конкурса «Общий призовой фонд» более 1 миллиона тенге, где победители первых мест получили 100 тысяч тенге, за вторые места сертификат на 75 тысяч и за третье место 50 тысяч тенге. В номинации «Лучший сварщик» победил Антон Аглоблин. По профессии мужчина-каменщик, но полюбил и переквалифицировался в другую специальность. В профессии я не разочаровался, работаю уже давно, но я самоучка. Диплома у меня нет, то есть я не дипломированный специалист. В самом конкурсе, конечно, я не разочаровался. Хотелось бы, чтобы они проводились почаще, не только в день труда. Ну и чтобы была побольше конкуренции, я всё-таки варю, отопление, разные металлоконструкции и всё прочее. Не боится тяжёлой работы и Владимир Сиринов. От его профессионализма зависит комфорт и чистота любого дома или офиса. Умения мастера оценили жюри. Мужчина победил в номинации «Сантехник». Всё-таки проходил курсы сантехника, потом начал работать. Сначала работал с Казер ТЭУ, потом начал сам по себе, подал объявления и начал работать. У нас бригада своя. Профессия нравится. Работу свою знаю, умею, делаю качественно. Мероприятие продолжилось праздничным концертом ко дню труда. Наталья Итова, Анатолий Белонок, Служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова